Города. Большие, маленькие, оживленные и не очень. Здесь в единое дыхание сплетаются тысячи судеб, заставляя город жить, ни на минуту не прекращая своего движения. Летят часы, день сменяет ночь, за окном проносится и зимняя стужа, и летний зной. Год за годом ровное дыхание города, как метроном, делит вечность на до и после, на то, что было и то, что будет. Здесь и сейчас, задерживаясь, лишь на короткое мгновение. Город живет, когда мы слышим смех его детей и шум машин, видим свет в окнах домов, чувствуем тепло его бесконечно большого сердца. Ритм этому движению задают его жители. Их суета или беспечные прогулки, бурлящие событиями день или наполненный тихими беседами уютный семейный вечер. Бесконечный поток людей с разными мыслями, настроениями, проблемами и надеждами. Это и есть жизнь. Именно так живет наш город. Город Яровое. Герои этого фильма живут среди нас. На вид, ничем не примечательные, эти люди изо дня в день совершают маленькое чудо. Они разгоняют кровь по венам небольшого степного городка, поддерживая в нем такое драгоценное дыхание жизни. ТЭЦ – это именно генератор, да. Это, ну вот, так пафосно говорят, да, что это сердце города. Ну, я могу сказать со всей ответственности, что это действительно так. Да, это энергетическое сердце города, то есть, которое бьется, которое стучит, которое работает. Работает и вырабатывает энергоресурсы. История станции началась ровно 70 лет назад, когда в 1944 году на берег горько-соленого озера Большое Яровое из Крыма был эвакуирован Перекопский бронный завод. Шла Великая Отечественная война. Страна спасала от фашистских захватчиков свою промышленность, перенося заводы далеко за Урал. Туда, где никогда не слышали страшных звуков кровопролитных боев. Именно так в Кулундинской степи оказался Алтайхимпром. Одно из важнейших, можно сказать, жизненно важных его подразделений стал ОТЭЦ. 1 июня 1944 года началась история станции. Это дата официального ввода в строй действующих предприятий бронного завода и теплоэлектроцентрали при нем. Вспоминать прошлое, уложив десятки лет в короткую строку, очень просто. Гораздо сложнее попытаться хотя бы представить, как жили и работали те, кто сегодня носит гордое звание – ветеран. Рассказы старожил станции уносят нас в далекие годы середины прошлого столетия, когда в нечеловеческих условиях энтузиасты, люди необыкновенной воли, иначе не скажешь, изо дня в день работали на преодоление, совершая самый настоящий подвиг. Своими руками в нечеловеческих условиях они писали историю энергетики здесь, на берегу озера Большое Яровое. Мне предложили, поскольку я был парень здоровый, развитый, на границе таких плохих недель, таких слабых, предложили мне быть угольщиком. Ну, угольщиком тогда, как на быках подавали, вагонетку мы грузили, мы быком подвозили к эстакаде, и по эстакаде лебедкой поднимали вверх, в бункерах. Поработал я около, да, наверное, полгода. Потом начальник теста был Антон Варк Алексеевич. Начал, посмотрел, предложил. В котельной было труднейшее положение. Шуровали шуровками, и некоторые не выдерживали, осознание теряли, понимаете. Ну, я был парень здоровый, говорит, перейди в котельную. Говорит, ну, немножко меньше получаешь, ну, тепло вроде будет. Но я подумал, перешел. Перешел, работал, знаешь, машинистом котла, шуровка. Шуровали это до потери сознания. Тогда основное оборудование станции – это турбина на полторы тысячи киловатт и три корабельных котла. А назначение теплоэлектроцентрали сводилось к обеспечению единственного химического цеха паром, электроэнергией и подогретой репой озера. О том, чтобы отапливать поселок в те годы, даже и думать не могли. Это потом вместе с заводом стало расти и расширяться ТЭЦ. В эксплуатацию вводилось новое, более мощное оборудование, строилась сначала вторая, потом и третья очередь станции. Постепенно перешли к отоплению поселка, и все же еще долгое время главной задачей остается обеспечение бесперебойной работы химического предприятия. Здесь уже пошли бойлерные установки, тоже мощные. Начали давать подключать поселок, отопление на поселке стали подключать. Цеха разрастались, на цеха очень-очень много пары. И вот так вот мы работали, работали. Работа была, конечно, сложная. В зимних условиях было холодно на улице работать, тяжело. Задвижки приходилось на эстакады подниматься, открывать. Вручную, это даже электропривода вообще не было. ТЭЦ здесь были кое-какие, а на улице ничего не было. Там надо было все вручную. Тяжело было. Но преодолели это. О работниках ТЭЦ всегда говорили. Люди здесь работают сильный духом, иначе быть не может. Именно громадная ответственность и чувство долга перед заводом и городом воспитала у работников станции особый подход к своему делу и недюжинную любовь к энергетике. Проверкой на прочность становится здесь каждый новый день, который приносит свои испытания и трудности, ставит новые задачи, заставляя не словом, а делом доказывать свою преданность выбранной профессии. Жители, потребители энергоресурсов, ну, как правило, мы не задумываемся о том, каким образом ко мне в квартиру поступило это тепло. Кто его выработал, как выработал. Мы знаем, что это должно быть всегда, это должно быть стабильно и соответствующего качества. А то, что в этот момент ночью подняли бригаду слесарей или котлочистов для проведения каких-то ремонтных работ, или электриков ТЭЦ во главе с их начальником электроцеха Захаровым Алексеем, об этом никто не знает. Но это часто и густо бывает. То есть наша задача, чтобы какие-то неполадки, которые у нас случаются, они никак не могли отразиться на наших потребителей, ради которых, собственно, мы и живем, и работаем. С развалом Советского Союза в стране рухнули многие системы и ценности – экономика, социальная сфера, производство. Рыночная лихорадка не обошла стороной промышленный комплекс страны. В связи с крайне тяжелым финансовым положением градообразующего предприятия было принято решение о выводе станции из состава Алтайхимпрома. Только так можно было спасти комплекс от развала. В составе завода ТЭЦа вместе с ней и город пережили одну из самых суровых зим в истории станции. В 2000-м и 2001-м году из-за поставки некондиционного угля спасти теплоэлектроцентраль от остановки помогла лишь сплоченность трудового коллектива и непоколебимая уверенность в том, что город не должен замерзнуть. Уйти и оставить станцию в чрезвычайной обстановке работникам ТЭЦ не позволило ни совесть, ни чувство ответственности. Как бы трудно порой не приходилось. Рука об руку, плечом к плечу, вместе они прошли через самые тяжелые испытания. Если один не справляется, другой поможет. Так не можем, чтобы оставить не сделанное. Такого не бывает. Чувствуете свою ответственность? Ну, конечно. Конечно. Работу сделал. Я за нее практически отвечаю. За свою сделанную работу. В 2003-м году при поддержке и участии краевой администрации создано открытое акционерное общество «Алтайские гербициды». Но на этом трудности не закончились. Станция практически потеряла своего главного потребителя. Крупное химическое предприятие. С 2005-го года один за другим менялись собственники. И вот в 2012-м году основные средства ТЭЦ были переданы в муниципальную собственность. А 15 июня образовано муниципально-унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс». Все это история станции. История предприятия, которое, подобно сердцу, не имеет права на остановку. Вот уже 70 лет дымят котлы и работают турбины. 70 лет одно поколение энергетиков приходит на смену другому, чтобы с честью продолжить нести неусыпную вахту и перенять славные традиции своих отцов и дедов. Мы иногда говорим, что энергетики не совсем нормальные люди, потому что здесь именно я не только про себя. Вот все, кто работает в смене, люди, да, они все прекрасно понимают, что за ними стоит город. И что если что-то не так, то страдают не только мы, 20 человек, но страдает весь город. И вот это, наверное, какая-то ответственность. И, значит, я даже не могу объяснить. Вот ненормальные мы. Вот как-то прикипаешь к этому. И уже спокойная работа, наверное, просто уже будет неинтересна. Сегодня ТЭЦ – это 75 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 286 тысяч гигакалорий тепловой энергии в год. Это 5 энергетических котлов и 4 турбины. Но самое главное – это 165 высококвалифицированных специалистов, знающих свое дело и честно отдающих себя энергетике. Никто не скажет вам, что работать здесь легко. Это тяжелый ежедневный труд, связанный с риском как для здоровья, так и для жизни. Но так почему же столько людей посвящают себя этой нелегкой профессии? Специальность, конечно, сложная. Но когда ты ее знаешь, в принципе, бояться нечего. То есть ты знаешь, куда идти, что делать. И если ты этого не сделаешь, что может после этого последовать? То есть здесь так, ну, просто так халатно к ней относиться нельзя. Потому что эта специальность, так сказать, она дает ответственность за другие жизни. То есть при допуске людей к работе, впоследствии аварии. Когда происходят аварии, конечно, бывает и страшно. Бывает так, что когда, допустим, в ячейке что-то случается, заклинит, сгорит, бывает там приходится применять средства тушения. Ну, сначала о страхе не думаешь, просто надо это сделать, чтобы как можно выйти без ущерба для производства, чтобы как можно меньше последствий было. Ну, а потом уже, конечно, потом уже думаешь, головой начинаешь соображать, что так не надо было, надо было дождаться, пока это все произойдет, а потом идти. Ну, это все потом. А сначала надо сделать. Хотя каждый раз думаешь, что этот героизм никому не нужен. Вот, ну, это все потом. 1 июня 2014 года станция отмечает свой 70-летний юбилей. В этой дате умещаются нелегкие годы становления и развития ТЭЦ, период отчаянной борьбы за жизнь и существование комплекса и, конечно, надежды на светлое будущее. Станция живет благодаря слаженной работе всех ее подразделений. Именно грамотный и квалифицированный персонал из года в год ведет нелегкий бой с тяжелыми обстоятельствами, финансовыми трудностями, нехваткой рабочих рук, не сдавая своих позиций, а, напротив, словно назло всем преградам, генерируя и воплощая в жизнь новые идеи, позволяющие только улучшить работу оборудования комплекса. В период с 2006 по 2011 год силами цеха теплоавтоматики и измерений был разработан, внедрен и в настоящее время постоянно усложняется и совершенствуется программно-технический комплекс на базе современных отечественных приборов. Он поднимает процесс оперативного управления ТЭЦ на новый эффективный уровень, как с точки зрения внедрения современных передовых технологий, так и с точки зрения производственной эстетики. То, что многое делается с большой экономией, то есть не подрядчик приехал со своими программами, значит, вот программно-технический комплекс, который у нас на ТЭЦ, значит, этим можно гордиться однозначно, потому что более богатые ТЭЦ, имеющие большие возможности финансовые, например, ТЭЦ Кучук Сульфат, мы многому у них учились, и можем сейчас учиться, мы часто там бывали, но в этом вопросе мы их обошли. Хотя они имеют, условно говоря, против наших неограниченные финансовые возможности, но просто у них нету Ведлера. И его команды, конечно. В период становления Алтехимпрома и в годы его максимального рассвета все химические вспомогательные производства обслуживали специалисты централизованной службы кипозавода. И только ТЭЦ имела свое независимое подразделение. Сегодня в цехе тепловой автоматики и измерений работают уникальные специалисты своего дела. Опытные ветераны станции, грамотные электрослесари, талантливые молодые инженеры. Коллектив очень дружный, сплоченный. Всегда чувствуется поддержка друзей, коллег, особенно Александра Юрьевича. Да ладно? Он как старожил у нас, самый такой, без него очень сложно. Бывают такие ситуации, кажется, что вроде все понимаешь, а вот без него иногда и тяжело очень. Иногда даже дежуришь, вызываем его, без него очень тяжело справляться. А так-то друг друга все поддерживаем. У каждого свои достоинства. Кто-то умеет лучше молотком работать, кто-то паяльником, кто-то мозгами. Поэтому вместе получается получше. В 93-м году после окончания института дежурным электромонтером в ТЭЦ пришел работать Алексей Захаров. Сегодня он начальник электроцеха. В его подчинение как оперативный, так и ремонтный персонал. Их задача – поддерживать электрооборудование станции в рабочем режиме. При постоянной нехватке кадров работники цеха достойно выполняют возложенные на них функции. Оборудование очень разнообразное. Не высоковольтное есть оборудование, не высоковольтное есть. Ну, то есть, вот, наверное, здесь и на заводе, и на поселке, наверное, самое такое место, где очень много разнообразного оборудования. То есть, ну, реально интересно специалисту, будем так говорить, работать. Интересно? Да, конечно, интересно. Иногда бывает сложно работать. Ну, в каком смысле сложно? Оборудование старое. Поэтому приходится и вечером приезжать, и выходные дни. Ну, иногда это редко бывает, иногда часто. Всякое бывает. Вот. Ну, и работа все равно интересная. Многие из тех, кто проработал в этих стенах не один десяток лет, как бы невзначай начинают свой рассказ с того, что пришли в ТЭЦ временно, в надежде пережить финансовые трудности. Но, как известно, нет ничего постояннее временного. В 1997 году, когда, вы знаете, было и зарплату не платили, дети растут, пришел в ТЭЦ, считал временно, на 2-3 года пока устаканится. Ну, вот уже 17-й год работаю здесь. Работал мастером в 2005 году, в апреле месяце. Поставили начальником цеха топливоподачи. С тех пор и работаю. Вышел уже на пенсию. И дальше продолжаю работать. Вот. Ну, коллектив 44 человека. Значит, 26 человек сменный персонал, плюс мазутчиков еще 4 смена, бульдозеристы, ремонтная служба. В основном молодежи много. Говорят, что молодежь там плохая, сейчас не скажу. Как есть плохая, есть очень хорошая. И больше все-таки неплохой. Работа физически тяжелая. Выгружать уголь, кувалда, лопата. Летом 40-градусная жара. Зимой 30-40 градусные морозы часами на улице актированных дней не бывает, потому что ТЭЦ не остановишь. Котлотурбинный цех ТЭЦ – это самое сердце комплекса. Именно на его участках происходит преобразование энергии пара в тепловую и электрическую. И именно здесь, в должности старшего машиниста котельного отделения, вот уже много лет трудится Николай Кулешенко. Работа, во-первых, ответственная. Потому что, если так честно сказать, машинист котла – это, ну как, за плечами у человека жизни остальных людей. Если, не дай бог, что-то произойдет, это чревато последствиями. Поэтому машинистка котла – это всегда оно было, и есть, звучит гордо. Я считаю так. В данное время к нам пришли парни, я считаю, что грамотные. Федоренко Владимир, Молоков Максим, Савин. Вообще парни грамотные, вы знаете, честно сказать, даже приятно работать с такой молодежью. Вообще общительные, грамотные. Что вы стараетесь им передать? Передать свой опыт, все знания. Но и они стремятся к этому. Вот в чем дело. Самое главное, когда человек стремится работать, старается опознать все нюансы этой работы. Это даже очень, ну как, хорошо. Такое стремление у молодежи. Я вот говорю, вот эти трое парней, мне вообще, я доволен, да и не только я. В таком сложном и скорее мужском деле, как энергетика, есть место и для прекрасной половины человечества. Короновщица котлотурбинного цеха Лариса Савина ежедневно видит станцию, как на ладони, когда поднимается на высоту более 20 метров, чтобы доставлять необходимые запчасти и детали для ремонта турбин и котлов. Сложно работать. И бывает, устаешь, и много очень работы. Работы на котлах, если все ремонтируют там, целый день ездишь. Это напряжение на глаза, устаешь сильно. Целый день вниз надо смотреть, сверху. Ну, так вот. Но работа тебе же нравится? Ну, нравится, конечно. Я вот сколько и работаю здесь, никуда не уходила. Капитальным, текущим и аварийным ремонтом турбины котлов ТЭЦ занимается цех централизованного ремонта. В структуру теплоэлектроцентрали он не входит, но это не меняет сути. Основная его задача – поддерживать оборудование в рабочем режиме. Неукомплектованность кадров – одна из основных проблем предприятия. Но особенно острой нехватку рабочих рук ощущают именно ремонтники. Людей не хватает. И в основном специалистов. Надо делать котел, надо десятые. За этот год надо закончить. Пока мало кто приходит. Если приходят, то... Или пенсионеры, или вообще никто ничего не знает. Ребята, ну, это научить можно. Ну, желания бывают. Мало. Вот и все вот так. Каким вы видите будущее? ТЭЦ. Всегда надо надеяться на лучшее. Поэтому думаю, наберем людей. К концу года должны сделать котел. Следующая зима тогда тяжелая будет. Для нас. И для всех. На ТЭЦ все делается руками рабочих. Но планируют, организовывают и контролируют их труд мастера, начальники цехов и смен. Именно от них зависит грамотная организация рабочего времени на станции, оборудование рабочих мест, обеспеченность материалами и инструментами. Инженерно-технический персонал отвечает за оборудование, инструктаж по технике безопасности своих подчиненных, за обеспечение условий труда и создание комфортных бытовых условий. Коллектив дружный, хороший, приятно с ними работать. Мужской, да. Мужской? Нет. Парни хорошие. Начальство? Начальство хорошее, заботливое. Видите, для нас продумано, когда у нас не стало столовой. И это вот для нас сделали комнату приема пищи, как бы это, ну, быт нас устраивает. В общем, работа мне нравится. И коллектив мне нравится. Одна из сложнейших должностей ТЭЦ – это должность начальника смены. И этому есть вполне разумное объяснение. Ведь в подчинении у этих людей более 20 человек, работающих на всех участках ТЭЦ. Задача начальника смены – организовать грамотную и безаварийную работу персонала и оборудования. Обеспечить хороший, здоровый микроклимат в своей бригаде. О людях надо заботиться. К людям нужно относиться с уважением. И всегда помнить, что каждый на своем месте, если они в команде – это сила. Отсюда и политика. На станции не бывает случайных людей. Они здесь попросту не задерживаются. Коллектив ТЭЦ – это люди непоколебимой воли, стального характера и твердых убеждений. Объединенные одной целью – работой для того, чтобы город жил. Понимаете, наша работа, профессия, она – это тот же естественный отбор. Слабый, душой, телом, морально неустойчивый. Он здесь не задержится. Это невозможно. Здесь работают бойцы. Только так. Традиции станционные как-то сохранились. Что станция должна работать. В любое время людей отказов нет. Как-то более дружно. Да вот это, я считаю, самое лучшее, что удалось. Оборудование очень быстро поменять можно. Вопроса нет. Месяц, два, один, пуст, полгода. Но людей создать кадровые. И чтобы только все время, чтобы не потерять то, что есть. Это самое главное. Сохраним коллектив, у нас все это будет работать. И главные традиции. Люди поменяли все традиции. Все остались. Все за станцию как-то переживают. Это наше. Хотя, ну, и, смотришь, через год пришел, а уже это вроде бы мое. Беда случилась, смотришь, люди собрались, помогли. Трудовой коллектив с такой богатой историей, славными традициями и железной дисциплиной – это и есть движущая сила ТЭЦ. Можно по праву сказать, что станция – это их второй дом. Это гораздо больше, чем просто место работы. Здесь дружба закаляется временем, а характер – испытаниями. Здесь работают на результат и знают цену труду. Здесь уважают личность и умеют работать в команде. Я довольна, что я все-таки осуществила свою мечту и попала на ТЭЦ. Даже не потому, что мне нравится, ну, как бы работа мне это нравится, это, ну, как бы моя специфика. Мне нравится коллектив этой РТЭЦ. Я хотела бы отметить, что, во-первых, это, ну, классные специалисты, которые всегда готовы прийти на помощь. Ну, а еще мы спортивные, позитивные. Мы принимаем активное участие в спартакиадах, занимаем первые места. Мы готовим номера художественной самодеятельности к нашему профессиональному празднику. И все активно принимаем в этом участие. В общем, я очень рада, что я работаю здесь. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Сегодня ТЭЦ стоит на пороге очередного юбилея. Идут года, одно поколение энергетиков приходит на смену другому. Меняется оборудование, совершенствуются технологии. Неизменной за столько лет остается лишь главная задача теплоэлектроцентрали. Стабильная, без перебоев, обеспечивать город теплом и светом. Это наша кормилица. ТЭЦ утром встану, посмотрю в окно. Дым идет. Значит, есть работа. Значит, город живет. Энергичные ребята На работе день за днем, и труба, что полосата, манит нас, как тотщий дом. Никогда не забываем, мы давать тепло и свет. Город греем, освещаем, это всем от нас привет. Киловатый, вековатый, круглый год дарьем с лихвой. Отдохнуть умеем все мы, возле вакты трудовой. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы красивы, элегантны, энергичны и умны. Город солнца и яровое, в душах наших навсегда. Проживаем в нем отлично и желаем всем добра. Энергетикам в бригадах мы работаем всегда. Чтоб в домах ваших царили счастье, радость, доброта. Пусть сейчас не раздаются с нами музыка и смех. Если вместе мы смеемся, значит ждет нас всех успех. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы красивы, элегантны, энергичны и умны. Пусть сейчас не раздаются с нами музыка и смех. Если вместе мы смеемся, значит ждет нас всех успех. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы красивы, элегантны, энергичны и умны. Мы красивы, элегантны и завещайся Sch友 voir, в старionaoma. Как информации, хpleфстdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdt建 PETER mu ra casa- deckот nossa specjal jin Ölévenа. Суб exemplo. Продолжение следует...